Ребят, привет, с вами как всегда Джамбо Макс и сегодня я расскажу вам о минувшем событии, которое коснулось обладателей Иксбокс. Да, и как вы уже догадались, ситуация касается и Фифы. В этом видео я расскажу вам, как можно было приобрести Фифу 20 за копейки и что грозит теперь игрокам, которые это все провернули. Дело в том, что совершенно недавно, а именно с утра, Фифу 20 можно было получить всего лишь за 160 рублей. Да, вы не ослышались, за 160. Если не ошибаюсь, ее и сейчас можно так приобрести, но за большую стоимость. Честно говоря, я тоже был в шоке, но, к сожалению, не стал пользоваться данной фичей. Ситуация была следующая. Появился мини-бак, который позволял получить полноценную игру за покупку дополнения. То есть, покупая дополнение на сайте CD Case, которое стоило 160 рублей на тот момент, которое, кстати, с каждым разом повышалось и повышалось в стоимости, ну, поскольку все начали узнавать о данной фиче, после активации данного дополнения игроки каким-то образом получали стандартное издание Фифы 20. И знаете, после того, как все рассказали о данном способе, все, кому не лень, начали скупать эти коды. Даже те, кому Фифа нахрен не сдалась. Кто там начал продавать эти коды, а кто-то просто кричал, что Фифа за 160 рублей ему нафиг не нужна. Ну, такой вот у нас народ. Дают бери, бьют беги. Ну, в этом нет ничего страшного. И думаю, что каких-либо сенсий не возникнет, так как это проблема по ходу магаза Microsoft и связи с этими кодами. В самом плохом исходе событий вас ждет просто изъятие игры или прекращение бага в какой-то момент. Но если все будет хорошо, то у ребят останется Фифа, который они купили за копейки. Почему я думаю, что, собственно, ничего не будет? Расскажу вам о случае с игрой Wedge Dogs 2. Как-то раз в сети появился код, который можно было активировать бесконечное число раз. Он работал на всех аккаунтах. То есть был один код, который все, кому не лень, активировали. И у всех, кто это сделал, появилась игра Wedge Dogs 2. Что было дальше? По сути ничего, майки отозвали игру через некоторое время обратно и извинились за такой вот случай. Самые халявщики успели докачать игру и в наглую отключились от интернета, пройдя игру от и до. Но после все равно у них забрали игру, поскольку они все-таки подключились к интернету. Тут, мне кажется, возможно будет что-то подобное, но не факт. Кстати, напишите в комментариях, воспользовались ли вы таким багом и как вы вообще к этому относитесь. Лично я отношусь так, что если игру действительно хотел, то воспользоваться багом это действительно здорово. Но если игра не нужна, то смысл ее вообще покупать и даже за копейки. Кстати, вот такие вот способы лучше полить у нас в группе ВКонтакте. Ссылочка будет в описании, поскольку выложить такие способы сразу на Ютуб, ну, не получается, ибо для этого требуется намного больше времени. Вот такая ситуация, друзья. Если понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал и большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok